итак продолжаем анализировать пары продолжаем проводить уровни те кто не в теме и не понимает что творится ссылка будет в описании придите в описании и там будет ссылка на на 1 мой на первую мою запись просмотрите там начала буквально 10-15 минут и тогда вы поймете о чем идет речь чем мы здесь занимаемся и потом можете возвращаться к просмотру остальных роликов вот ну что ж поехали фунт давайте будем смотреть по фунту где у нас уровне мы сейчас на дневке давайте по дневке сначала проведем уровни вот уже я вижу уровень здесь немножечко конечно с люфтом но но это хороший уровень образованный паранормальным баром первую очередь вот и здесь паранормальным баром тоже подходили к этому уровню поэтому здесь мы можем уровень провести и вот у нас тоже есть точное касание в этот уровень как вы видите еще одним баром сейчас надо выключить прокрутку еще посмотреть вот еще касание здесь было пробитие уровня здесь тоже небольшой люфт но уровень уровень есть в этом месте да вот здесь тоже было с люфтом подход к уровню с люфтом небольшим но уровень есть уровень себя подтверждает поэтому оставляем дальше ищем ищем дальше где у нас еще есть уровни так это сейчас торгуется сегодняшний день вот у нас уровень тоже получается нижний сейчас от цены это уровень поддержки здесь бар касается и здесь бар касается как я понимаю немножко на дневках конечно мне еще трудно определять уровни но вот я смотрю еще были касания в прошлом этого уровня так что можно этот уровень тоже зафиксировать давайте его зафиксируем да копейка в копейку снизу и здесь сверху получается ударение сложным пробитием ложное пробитие было уровня потом сверху закрепление тоже с касанием уровня и пошла цена вверх поэтому проводим этот уровень и здесь как вы видите на истории тоже было касание вот тоже с небольшим люфтом было касание вот есть касание этого уровня то есть уровень можно зафиксировать тоже смотрим дальше если у нас что-нибудь поближе какие-то еще а вот смотрите какой красивый уровень тоже есть у нас уровень получается и снизу вверх и сверху вниз его касалось давайте проведем цена здесь коснулась этого уровня и здесь коснулась уровне чуть чуть ниже мы его опустим вот так вот где-то приблизительно так что у нас здесь вот вот смотрите какой красивый дневной уровень вообще копейка в копейку три бара касаются этого уровня что там баллы тогда знает так давайте проведем его тоже телефон 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 у меня но он не нужен потому что мне должны позвонить иди пожалуйста играть двери за собой закрывать так давайте проведем этот уровень вот он красавчик раз-два два дня подряд причем следующий день был отскок тут тоже были небольшие пробития уровня и цена возвращалась к нему еще давайте поищем подтверждение на истории есть подтверждение раз ой что же я сделал не зафиксировал уровень погодите не тот уровень вот вот этот уровень на вот где у нас хорошие красивые касания были раз два три практически 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 копейка в копейку так что еще мы здесь видим что еще мы здесь видим сильно мельчить тоже не будем на дневке пока что все что я вижу на дневке это вот четыре такие уровня давайте переходить на меньший таймфрейм и искать локальные уровни смотреть локальные уровни так и иди себе спокойно как мы видим этот уровень у нас и совпадает практически можно его до чуть ниже его можно провести он у нас совпадает чуть-чуть моего вниз сдвинем чтобы поточнее выставить вот вот так вот где-то он у нас и совпадает и и сформировался он большим паранормальным баром и совпадает он у нас получается с хаем с хаем одного из дней то есть вчерашним хаем он является и вот и позавчерашним хаем он был то есть это мы на часики это у нас сутки вот этот промежуток да то есть это и здесь тоже небольшой люфтик был здесь тоже хаем он является то есть хороший уровень хороший крепкий такой уровень от которого цена отскакивала причем хорошо так отскакивала смотрим что у нас еще здесь есть поближе вот такое что-то похожее на уровень да это уровень тоже как вы видите цена в него ударялась раз два три 4 5 причем что этот уровень я бы даже сказал он как-то посильнее выглядит больше касаний в него было давайте проведем здесь тоже уровень блин потерял уже а вот вот смотрите сколько раз цена у него ударялась раз два здесь пробития 3 4 5 6 ну такой небольшой конечно уровень 100 пунктовый может быть даже это вот этот уровень его стоит убрать и оставить только этот потому что этот более более серьезный уровень больше касаний на часики более филигранно видно да это могут быть просто ложные пробития на скорее всего что так и есть это ложные пробития вот этого уровня но на дневке выглядит символ совсем по-другому так отвлекает меня все время находишься дома дома конечно тяжело работать потому что все время кто-то отвлекает ну ладно давайте будем дальше продолжать я так думаю что это тоже можно рассматривать как уровень вернее наверное это все таки уровень является а это а это не уровень а именно ложное пробитие а уровень вот этот нижний поэтому этот мы наверное удалим потому что сильно мельчить нам тоже не надо потому что мы будем думать и бояться входить этот более уровень на часовике более видно более больше касаний его есть здесь причем что откаты от него идут от этого уровня здесь вот ложное пробитие тоже откат большой хороший на 300 пунктов здесь вот тоже сложное пробитие так продолжаем анализировать наш график по фунту не дают мне тут беспокойные домашние это сделать так но в принципе у нас то ближние уровни проведены ближние уровни по которым можно торговать по фунту по фунту кое-то же непонятное что-то вот как вы видите опять уровень начинает отрабатывать себя на часовике давайте на 15 минутку переключимся будет более видно да собирается позиция под уровнем идет проторговка и будет уход к этому уровню что мы провели но опять же есть есть ли топлива у нашего автомобиля чтобы ехать дальше потому что потому что атр сегодняшняя уже цена прошла но опять же тут был паранормальный бар сильный на 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 новости да как я понимаю до ожидания новости новость отработала еще тут новости были новость отработала еще новость была поэтому я даже не знаю что в такой ситуации делать ну для этого мы и учимся для этого мы и учимся смотрим что происходит с нашими графиками ну по фунту я думаю можно закончить на этом проводить уровни мы себе локальные уровни такие провели широкие между которыми можно торговать можно посмотреть на часики если у нас тут что-то ниже какие-то уровни ниже куда наша цена может дойти еще ниже отключу прокрутку автоматическую да вот уровень у нас был по истории вот здесь уровень был давайте его кинем вот цена раз касалась второй раз касалась вот звоночек так продолжим продолжим искать наши уровни сегодня такой день сумбурный не дают не дают нормально поработать вот что значит работать дома а не где-то в офисе так поехали дальше поехали дальше ну тут хорошо получается мы уровни провели и этот уровень почти с лоу с хаем прошлого дня совпадает ммм здрасте Танечка да ну я ж видео записываю дневник трейдера так и тут получается он по всем тоже хаям как красиво прошелся давайте в истории посмотрим может где-то еще были у нас удары ну вот торговался этот уровень не так явно но торговался и раньше не так явно но торговался вот видим тоже была проторговка под уровень так поехали дальше ну по фунту в принципе уровни и дальние и локальные нашли как вы видите как показывает цена мы нашли их правильно потому что вот она и торгуется в этих диапазонах и торгуется в этих диапазонах и дошла она до этого уровня так что можно ехать дальше дальше у нас этого нам в принципе хватит дальше у нас идет ну хорошая здесь конечно консолидация под уровнем ложных пару ложных даже пробитий как вы видите цена уходила на 300 пунктов причем что стоп лосс тоже небольшой но здесь входить надо было после ложного пробития но опять же видите как что значит уже нету нету бензина у нету уже силы у цены скажем так то есть нам бы здесь где-то 75 пунктов надо было ставить стоп и брать 200 с чем-то пунктов опять же мы бы не смогли войти не ну можно было можно было было пробитие такое уже себе конечно после АТАра торговать после пройденного АТАра цена уже не такая не такая сильная скажем так тут как вы видите была консолидация хорошая и потом и движение хорошее крепкое такое чик на 450 пунктов ну все по фунту закончили анализ по фунту закончили будем будем лететь дальше еще